Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в формате видеоконференции провёл совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На ней он обозначил основные направления развития региона, которые требуют повышенного внимания. В начале совещания губернатор представил нового министра экологии и природопользования Московской области Андрея Разина, который ранее занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Обращаю ваше внимание на регламенты работы. Очень много жителей обращают внимание и на свалки, в несанкционированные свалки, в частности, в лесном фонде. Ещё раз хочу сказать, что наша задача в первом квартале 2021 года, следующего года, эти регламенты запустить, чтобы также навести порядок со строительным мусором и всё, что касается небытовых отходов. Коснулся губернатор темы лечения и профилактики COVID-19. Андрей Воробьёв поручил главам городских округов контролировать готовность пунктов вакцинации от коронавируса. Вскоре их откроют во всех муниципалитетах. Вы знаете, что вакцина от COVID-19 начинает поступать. Каждую неделю мы получаем всё больше и больше количества вакцин. Это радует. Мы должны быть готовы развернуть все необходимые пункты вакцинации во всех территориях Московской области. В максимуме их будет 90. Они должны быть снабжены всем необходимым оборудованием. В частности, специфика – это низкотемпературное хранение. Обращаю внимание, что главы должны лично проверить готовность этих пунктов к вакцинации. Губернатор отметил, что на территории области соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности. И в связи с этим введение дополнительных ограничений не планируется. Наша задача – избежать дальнейших ограничений. Более того, обращая внимание наших юристов и Горбалёва Александра Анатольевича, что нужно внимательно посмотреть. И те из них, которые могут быть избыточны на данном этапе, также должны внимательно быть рассмотрены, обсуждены с главным санитарным врачом. На совещании также рассматривался вопрос, связанный с улучшением условий работы отделений Почты России в Подмосковье. Ежемесячно их посещают полтора миллиона граждан. Некоторые, к сожалению, отделения Почты жители не радуют. Моё поручение сегодня заключается в том, чтобы заслушать доклады, а также предпринять все необходимые меры, чтобы Почта России и за свои ресурсы, и при нашей поддержке, содействии, всё-таки переехала в современные, комфортабельные, комфортные для людей условия. В ходе видеоконференции также обсуждался новый порядок работы портала «Добродел», на котором публикуются обращения, запросы и предложения жителей Московской области. В ближайшее время для пользователей портала будет предусмотрена обязательная авторизация. Переходим. Переходим. Переходим.